Кушать не подано. В столице руководство детской спортивной школы экономило на питании юных воспитанников. Как удалось выяснить финансовой милиции, в общей сложности взрослые не доложили в тарелке ребят еды как минимум на 40 миллионов рублей. Сумма, конечно, не очень большая, но она объясняет сравнительно невысокие спортивные достижения, ведь детей не кормили во время республиканских соревнований. Деньги на питание, которые, стоит сказать, выделялись из госбюджета, преподаватели тратили на себя. О пустых желудках и полных карманах в сюжете Татьяна Кашпур. Иногда экономия, конечно, должна быть жесткой, но чтобы настолько, три года назад кому-то из руководства столичной школы Олимпийского резерва пришла в голову светлая мысль уменьшить расходы. Как и на чем экономить, долго не думали. Урезали самую большую статью – детское питание. Есть определенный бюджет государства, который рассчитан на обучение как раз-таки спортивной молодежи. Кроме того, что они обучаются в школах, то есть проводят тренировочные процессы, их кормят во время обучения, есть проведение спортивных республиканских мероприятий. То есть они выезжают для проведения каких-то соревнований в различные спортивные комплексы за территорией города Минска. Или на территории города Минска, но как бы не в своих стенах. Для этого государством предусмотрен бюджет для питания спортсменов при проведении этих соревнований. Ну, документально это все оформлялось, фактически деньги просто похищались. Воспитатели не доложили в тарелке ребят еды как минимум на 43 миллиона рублей. Сумма, конечно, не космическая, но она объясняет сравнительно невысокие спортивные достижения школы. Голодные дети просто физически не могли показывать на соревнованиях хорошие результаты. На что ушли сэкономленные на детях деньги, знает, пожалуй, только директор школы. Но он отказывается сотрудничать со следствием. А вот его заместитель и бухгалтер, наоборот, оказались красноречивы. Естественно, все расходы они не помнят, но из последних 9 миллионов ушло на проведение новогоднего корпоратива. Сейчас директор заключен под стражу. Его соучастники, как люди более сознательные, находятся под подпиской о невыезде. Все компании предъявлены обвинения сразу по двум статьям. Хищение и злоупотребление служебными полномочиями. Следователями арестовано имущество обвиняемых. В общей стоимостью порядка полутора миллиардов рублей. Сюда входят и дачные дома, и дачные участки, и деньги на счетах в банковских учреждениях. Вероятно, подрастет и сумма похищенного. Следственный комитет еще продолжает проверку, и она будет очень тщательной. Отчитаться руководству придется за каждый потраченный рубль. Татьяна Кашпур, Александр Каранкевич, Зона Икс.